Умные светофоры заработали на улице Станционная. Пока ими управляет диспетчер, позже система будет регулировать дорожное движение в автоматическом режиме. Ожидают, что благодаря ей пробок на дороге станет меньше. Какова ситуация на Станционной сегодня, узнал Александр Сульдин. Умную систему управления движением запустили на Станционной. По прогнозам разработчиков, скоро заторов здесь станет меньше. Большему количеству машин дадут более долгий зеленый свет. Систему компания «Софтлайн» представила на форуме городские технологии. В апреле с муниципалитетом подписали соглашение. Интеллектуальную систему разработчик установил за свой счет. Им было предложено департаментом транспорта вот эта улица, достаточно загруженная, станционная, вместе с площадью энергетиков, где всегда тоже пробки, проблемы. И они это сделали, установили датчики. Я надеюсь на успех, уверен. И потом эта технология будет распространяться на весь город. Светофоры на Станционной оснастили специальными датчиками. На улице установили два десятка видеокамер. Система заработала накануне вечером. Сейчас она не только собирает данные о дорожном потоке, но и управляет движением. Диспетчер, сидя в комфортном офисе, смотрит в монитор и принимает решение, сколько над этой полосой гореть зеленому. Пока системой управляет человек, судя по тому, что дорога свободна, справляется. Позже выяснят, в какое время транспортный поток наиболее плотный. Компьютер рассчитает, сколько секунд должен гореть красный или зеленый свет утром, днем и вечером. Так движением сможет управлять искусственный интеллект. В России элементы системы уже есть в нескольких городах. Они работают в тестовом режиме, пока разработчики ориентируются на иностранный опыт. Сейчас нью-йоркские пробки растаскивают систему с искусственным интеллектом и делают это вполне успешно. Количество пробок за 10 лет у них снижается, а не растет, несмотря на рост автомобилей. Первые результаты работы умной системы надеются получить уже к следующей неделе, аккурат к началу форума «Технопром». Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.